На проспекте Ленинского комсомола между территорией водозаборного узла и типовыми пятиэтажками, попросту говоря, хрущевками, появилось вот такое вот античное сооружение. Это дело рук одного мечтателя из города Видное. Есть у нас в области Мытищинская вода, Люберецкая вода питьевая, Еринская вода, правильно же говорить, Одинцовская вода. Вот у меня давно была мечта сделать нашу видновскую воду питьевого качества, та, которая добывается с артезианской скважины. Мечта вот-вот станет явью. Бювет, так называется, сооружение на артезианской скважине для раздачи воды, готов к эксплуатации. Сейчас здесь проходят последние пусконалочные работы. Официальное открытие планируется в течение этой недели. Однако наша съемочная группа уже сейчас смогла проникнуть внутрь. Вот на настоящее время мы сейчас заходим в помещение, где будет набор воды. Любые жители нашего города подойдет в это помещение, выполнено красиво, здесь светочка. И откроет кран, откроет кран, и, пожалуйста, будет набирать воду. Все. В любое время суток? Нет. У нас будет, мы уже определились по времени набора воды с 9 утра до 9 вечера. В бювете вода артезианская, а у нашего населения устойчиво бытует стереотип, что самая чистая вода родниковая. Видимо, это наследие русского фольклора. Скажите, пожалуйста, как вы думаете, какая вода чище? Артезианская или родниковая? Родниковая, мне кажется. Почему? Ну, потому что, не знаю, просто кажется. А ты почему думаешь, что родниковая чище? Родниковая, потому что она идет из подземелья. Ну, конечно, артезианская тоже, она как бы подземельная вода. Я считаю, что родниковая. А почему? Ну, не знаю, наверное, из-за того, что она все-таки из земли или как-то. Не знаю, там всегда было. Родниковая. Почему? Потому что она течет оттуда надо. По словам специалистов, родниковая вода течет как раз оттуда, откуда не надо, а именно из верхних слоев почвы. При современной экологической ситуации этого недостаточно для очистки. В родниках может быть всевозможные такие нехорошие примеси по нормативным показателям, которые отрицательно влияют на здоровье людей. Вода артезианских скважин залегает глубоко и, пройдя сотни метров грунта, очищается должным образом. Она безопасна. Пить ее в сыром виде можно и взрослым, и детям, что мы и предполагаем сделать на открытии бювета на ПЛК. Илья Кремнев, Евгений Садовский, Екатерина Чернышева. Видное ТВ.